Или вот типа со стороны девушки, вот посмотрите, типа вот, ну ладно, вот поставьте себе на место девушки, да, вот вы вообще не знакомы, типа какой-то левый чел, и вот девушке предлагает левый чел подвезти куда-то там. И что вы думаете, согласятся? А вдруг этот человек неадекватный, вдруг он маньяк, вдруг он насильник, вдруг еще что-то. Хорошо. Если бы я хоть вас как-то знала, я бы еще подумала. Передайте привет Лоле, пожалуйста. Тут столько приветов я уже получила, пожалуй, хватит. В душе они таксисты. Мне двадцать. Рассчитывают что-то, скажешь спасибо. Спасибо. Так в пути, продолжим знакомство. Нет. Я так не знакомлюсь ни с кем. В машине. Самый, мне кажется, самый кринж вариант для знакомства это в машине. Ну наконец-то, обычные девушки в эфире, а то одни модели. Ну я поняла, про что вы. Неприятно. Ну ладно. Насрать, если честно. У вас имя необычные. Да, я знаю. У вас такие щеки милые. Наверное, любите вкусно покушать. Вы прямо король комплиментов. И прямо вот подумаю сейчас, заблокировать вас или нет. Вроде бы пишите комплимент, но с каким-то смыслом двойным. Вот который вот чувак. JK678. Пока не буду вас блокировать. Вроде бы комплименты пишите. Но вот тоже так вот непонятно. Привет, я с Алматы. Ты мне отвечать не будешь теперь. Буду. Просто вопроса от тебя не было, поэтому я не отвечаю. А то, что написал, вырубился, что мне надо ответить? Ну окей. Смотрите аниме? Нет. Оскорблемент. Ну вот что-то типа оскорблемента. Здравствуйте, мы дарим красивым девушкам клубнику в шоколаде. Вы не хотите купить. Ой, ладно. Я вас не заблокирую только потому, что мне смешно с вашего комментария. С какого района? С какого-то? Мне вам адрес может еще дать? Я спросил. Шикарно выглядишь. Благодарю. Все, Фархад вышел. А что дать, боюсь спросить. Жду еще комплимент. Не обращай внимания, пусть завидуют и так красиво. Спасибо. А сколько у вас детей? У меня нет детей. О, Фархад, здравствуйте. Другой Фархад зашел на замену тому. Тот вышел. Ну пока. Ковром дорога. У меня нервов не хватит. Ну что не хватит? Усынови меня. Нет, спасибо. Я пока детей не хочу. Это не Фархад, а Игорь. Привет, привет. Смеешься, глаза не видно. Смейся, что? Короче, нет. У меня сегодня, походу, будет токсичное настроение. Всех буду блокировать, кто будет писать что-то плохое. Здравствуйте. Ну что так официально? Привет. Можно в личку написать? Можно, конечно. Ну не факт, что я вам отвечу. Базар, фильтруй. Так, давайте без вот этого вот. Типа, без ссор и так далее, без споров. Ладно? Кто-нибудь хотелось бы никого блокировать? Как дела, моя пара? Дела хорошо, но я не ваша пара. Ответь ок. Ну, не обещаю, конечно. Просто я не знаю вообще, кто это пишет. Я никому не отвечаю. Я никому не отвечаю. Это не потому, что я такая, типа, вся из себя. Просто всегда пишут всякие парни, и они хотят познакомиться чаще всего. Они пишут с целью познакомиться, либо еще с какой-то целью. Мне неинтересно знакомство, поэтому я просто, в принципе, не отвечаю. Ой, какие мы серьезные приколы не понимаем. Ну, не знаю. Вот сразу, вот сразу, когда, типа, что-то такое скажешь, да, человек говорит, ой, ну это прикол бы, ты просто не понимаешь. Зала ураган. Хочешь прикол? Ну, допустим, хочу. Ты что, вы мне Игоря увидел? Фархад, ну, вы не обижайтесь, но мы реально похожи на Игоря. Ну, вам это имя просто идет. Это не с целью вас обидеть. Я не хочу с тобой ознакомиться. Ну, и прекрасно. Не придется отшивать. Не придется, не знаю. Короче, вы поняли. Не хочу я ни с кем вообще знакомиться. У меня вообще не до этого сейчас. У меня сессия на носу. Какой-то Новый год у меня сессия. Поэтому. Вот. Посмотрите, какую мне штучку классную мама купила. Это олень. Только попрошу не завидовать сильно. Мне кажется, у вас такой нету по-любому. Я не понимаю такие приколы. Ну, бывает. Я тоже многих приколов не понимаю, которых здесь пишут. Типа, человек что-то, какую-то хрень написал, я ему ответила на его хрень. И потом человек пишет, ну, это же прикол. Ты что, приколов не понимаешь? Да, да, не понимаю. Зула присанет преподов, которые не поставят зачетку. Это, типа, прикол или что это? Ну, короче, не понимаю ничего. Это не прикол, это национализм называется. Ну, вы всерьез просто не воспринимаете, и все. А если я воспринимала все всерьез, мне было бы очень тяжело жить. И очень тяжело было бы сидеть на прямых эфирах. Это не прикол. Я не собираюсь никого прессовать. Вы что? Это мне на руку вообще не сыграть, если я начну кого-то там прессовать. Салам алейкум. Салам алейкум. Мне уже надоело, если честно, вот это, типа, Игорек. Андерграунд, что вы находитесь смешного в том, что называете меня Игорек? Амир, Фархад, пожалуйста, не сритесь. Как день проходит? Ну, в целом, нормально. Я вот скоро на работу пойду. Да, работа у меня только начинается с 8 сегодня. Ну, короче, я заменяю, поэтому. А там не зайдешь, да? На работе? Не, на работе я не буду заходить. Я, наверное, знаете, если, ну, никто спать не будет, возможно, я после работы зайду, если я не буду уставшей. А если я сильно буду уставшей, то, простите. Блин, у меня сейчас будильники играют. Я должна была, по идее, спать. Я думала, что я буду спать. Я понаставила будильников, они сейчас по очереди играют. И мешает, блин. Не уставайся. Ну, легко сказать. Сложно сделать. Не, я, конечно, постараюсь зайти. Вот, ну, короче, не знаю. Вообще, меня все так бесить начали. Прям вот, я не знаю, как это объяснить. Вот просто вот вроде ничего мне никто не сделал. А вот так меня бесят прям эти люди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.